Малая Дмитровка 20, профсоюзная 66 У меня 15 У меня 25 А у меня 100 Число непрочитанных писем зашкаливает Если сотрудники уезжают по делам Подключите им тариф Извините их Альбатс, альбатс давайте сюда Свет Одна минута У нас продюсеры существуют? Она может и бежать Когда нужно выздороветь побыстрее У нас есть продюсеры на это Бабуль, а я этого человека на переезде И вчера, и позавчера видела Ходила, зирался А теперь порогу какую-то кризис он тащит Кедр, иди же сберись Что этот тип там делает Пробки, пробки Я не пробки, я давно здесь Пробки Оля Бучков А, это я знаю, я знаю, что ты это вроде как Оля Бучков Да, да, закрываю Положено В прошлый раз вообще некому было закрывать Поехали Добрый вечер, в эфире особое мнение Алексей Венедиктов Временно заменяет только Бучкова Которая в пробках В Москве, на эфире Москвы Евгений Альбат, главный редактор журнала New Times Добрый вечер, Жень Добрый вечер, Алексей Я начну с вопроса, который задает наш слушатель тебе Освидер, он так себя называет Евгения Марковна Бирюлёва, это национализм Или попытка защиты коренного населения Москвы С вашей точки зрения Я думаю, что ни то, ни другое Бирюлёва, это прежде всего провал Российской правоохранительной системы Которая в очередной раз показала Что она не может выполнять Главное, ради чего мы платим налоги государству Предоставлять безопасность людям Вот, Алексей Алексеевич, можно я вам задам вопрос? Нет Нельзя Очень обидно, хорошо Следующий раз Тогда будет как бы риторический вопрос Если бы не было бы этих беспорядков Если бы не было бы всего того, что мы наблюдали в Бирюлёва В воскресенье Так быстро бы нашли убийцу Которую сегодня взяли в Коломню Или человека, извините, не дай бог, что я сказал Человек, который подозревают Подозревают в убийстве Ну, подозреваемых можно всегда набрать огромную кучу Это не вопрос Вопрос в том, что в Москве В среднем, как я понимаю, совершается в год 145 убийц Интересно, с какой скоростью их находят, если сравнить И мы можем сделать запрос Но всё-таки, когда вы говорите провал, это негативная оценка А что же всё-таки это такое? Почему люди, обыватели, граждане, мирные Пошли громить базу, громить торговый центр Там не громить полицейский участок, извините Не к управе они пошли, не к полицейскому участку они пошли Не к общежитию, где живут мигранты, легальные, нелегальные Другие люди Они пошли громить торговый центр И мы знаем, что в этом ТЦ Мирюза было мародёрство И мы знаем о том, что там спасали детей Выносили их Есть такие фотографии Почему вот эти мирные граждане Жители города Москвы пошли громить? В этом вопрос нашего слушателя Асвидера Потому что мы живём в стране, в которой на протяжении десятилетий И при советской власти, и в царское время, и в последние годы России Существует принцип разделяя власть Потому что проще всего вымещать свою обиду, свою боль Возмущение той несправедливости, которая есть вокруг На те, на других, не похожих на чужих К сожалению, наши граждане в силу разных причин Не понимают очень часто, что их проблемы не люди с другим цветом кожи или волос А власть, которая не выполняет те функции, которые она обязана выполнять За что мы платим налоги, повторяю Евгений Альбат, я напоминаю, у нас работает система приёма Плюс семь, девять, восемь, пять, девятьсот семьдесят, сорок пять, сорок пять Не забывайте подписываться, анонимок читать не буду В этой связи, не похожи ли эти события Я их всё-таки называл бы массовым беспорядком Это моё оценочное суждение А на события, когда, помните, белый полицейский Был чернокожего подростка недавно в Соединённых Штатах Америки И мы видели такую же толпу граждан Соединённых Штатов Америки Несмотря на такую правовую систему, на независимую судебную систему Которая вышла, била витрины, занималась мародёрством И требовала наказания полиции, увольнения, там, тоже управы местной Вот картинки не совпадают? Картинки не совпадают Хотя в одном... и совпадение в том, что и там, и там Это очень бедные районы Берлёво, Москве, как правило, чёрные ли Районы, где живут афроамериканцы И где, в так называемых прожектах, да В домах, государственных домах Где квартиры предоставляются практически бесплатно Это очень бедные районы То есть бедные и необразованные Ну, ниже уровня образования, да? Бедные, в которых агрессия Протест выливается вот в битьё витрин А не в то, чтобы канализировать этот протест В политическую партию или в запрос своему депутату В случае, что Соединённых Штатов Америки Дмитрий Маркан, чёрный президент, свой президент Я просто сравнивал две вещи Там вот, вы правы, там, и там, и там бедные И там, и там, всё равно, там, менее образованные, да? Но там есть свой президент, чёрный Чё же они не апеллируют к нему? Вернее, они к нему апеллируют Он сказал, я бог быть на месте этого подростка Не помогло и не спасло Ну, это была история не полицейский тогда Ну, кстати, народный дружинник О котором будет мой следующий вопрос Да, это был не полицейский Не полицейский, но это был человек, облечённый формально правом Да? Нет, это не совсем так Ведь там же вся ситуация была в том, что он шёл по улице И он, кстати, не белый, он латинос, если мне правильно извиняюсь И к нему подошёл афроамериканец, он воспринял это как угрозу Или как возможность нападения, и его убил И суд его оправдал, и, собственно, протесты были афроамериканского населения Соединённых Штатов связаны именно с этим Так я же говорю, они тоже не доверили судебной системе Они так же не верят судебной системе, как здесь у нас и верят Если судебная система признала этого человека, который забрал жизнь другого человека виновным Они бы не вышли на улицу Они протестовали, они считали, что этот человек должен был быть осуждён А здесь? Именно по этому поводу Обама и сказала Да, а здесь? А здесь Владимир Владимирович Путин ничего не сказал по поводу ни убийства этого молодого человека Егора Не по поводу беспорядков, которые в Бирилёву Он, так сказать, спрятался в Сочи и предпочитает молчать В то время как он является... Простите, он в Тобольске? Или в Тобольске Ну, наверное, в Тобольском централе там телефон не работает, я понимаю И ни одного слова по этому поводу не произнёс Потому что он гарант прав и свобод И он гарант прав и свобод всех граждан Российской Федерации Ну, смотрите, последний вопрос перед рекламой Евгения Альбац Там недоверие, там, сочли несправедливым решение суда Здесь не доверяют правоохранительным органам Здесь не доверяют Здесь правоохранительные органы Значит, у государства есть очень немного функций, за что мы платим налоги Это распределение общих благ Мы, каждый из нас не может себе купить чуть-чуть полиции Тем более, если вы не олигарх, если вы не очень богатый человек Поэтому это то, что предоставляется государству в виде общего блага Вот, безопасность людей – это общее благо, предоставляемое государству Именно этого наше государство и не даёт Евгений Альбац, главный редактор журнала «Нью Таймс» В эфире «Эхо Москвы» сразу после рекламы новости И мы Супа какой-то ты мне задаешь вопрос Я интервьюер, я лучше интервьюер Я лучше интервьюер, гораздо лучше, чем ты Я все лучше поговорила Нет, ну, шери, поговорим Ну, каждый раз, если, знаешь, если кто-то в пробке из гостей, я когось Если кто-то в пробке, а кто должен закрывать? А вчера вот ты закрывал тоже эфир Нет, вчера так и остался, у меня не было эфира, очень много вопросов Я сказал, я саду ссям, я сам, никого не знаю, я саду ссям, я сам выскажу А вчера же Что? Что ты мне показываешь? Чего? Руку повесил А, опять с девушкой Работа Немного Для некоторых это работа А для некоторых удовольствие Я думаю, что в половине Оля сменит, она там сейчас на бульваре На бульваре как раз, там только одна пробка есть Она, видимо, столкнулась с одновременно Евгения Альбац в студиях о Москве Алексей Венедиктов ведет программу «Особое мнение» Еще один вопрос, поскольку вы упомянули президента от нашего слушателя ТИТА-63 Евгения Марковна, объясните, пожалуйста, почему наш президент так упорно пытается притянуть к России беднейшие страны СНГ Несмотря на нежелание граждан своей страны ассимилироваться с гражданами Средней Азии Ведь одно дело, союз с Украиной и Белоруссией Здесь все за И совсем другое дело, мусульмане Разве это не вопрос всероссийского референдума? Ну, референдум я пока отложу Вот давайте проанализируем то, что делает Путин Нет визовому режиму потому что, он сказал Миграционное законодательство достаточно нежное, с этим надо согласиться Или вернее, оно может не нежное, но не исполняется системой исполнительной власти, которая под Путиным Почему действительно, как правильно спрашиваю, не на союз Украины с Белоруссией, а на союз со Средней Азии? Ну, на самом деле, насколько я понимаю, Путин пытается притянуть к России большинство больших республик Советского Союза С включением Прибалтики, да? И то там были какие-то попытки Но получается с этим плохо На самом деле, ситуация действительно очень сложная для России Потому что у нас появился на территории СНГ такой серьезный соперник, как Китай Который входит в целый ряд республик Причем очень серьезно входит Деньгами влияли Инвестициями влияли Колоссальными покупками газовых и нефтяных полей Вложением в предприятия и так далее Мы сейчас как раз в следующий номер делаем большую главную тему об этом Потому что мы давно этим занимаемся И конкуренция это вот тихо-тихо Китай это все проделал без крика, без напоминания о том, что они Великая Империя Без всего остального Тихо, он вошел Ну, может, и Бог с ним? Ну и вошел, и вошел, и пусть забираешь Ну, мне так кажется, да, с моей точки зрения Это реальность, которая есть, и с ней надо считаться Бороться или считаться? Считаться, потому что мы не можем бороться с Китаем, это уже понятно Мы проиграли, с моей точки зрения, абсолютно Китаю по всем направлениям В том числе, кстати говоря, и по уровню модернизации экономики Отсюда проблемы сейчас у нашей алюминиевой отрасли Потому что в Китае появились супер-технологичные предприятия Которые связаны именно с алюминиевой отраслью и так далее Мы проигрываем по всем направлениям Посмотрите, какую вы отрасль производства и промышленности не возьмете Вы увидите, что мы обязательно там проигрываем Китаю Без исключения практически Ну, так может быть, Бог с ним, и пусть забирает Так нет, я тоже считаю, что Бог с ним, пусть забирает Я не вижу в этом никакой проблемы Я, честно говоря, не вижу особой проблемы, если Россия разделится по Уральскому хребту Я тоже не думаю, что... Объясните, я не понял, я не понял Я думаю, что... Разделится по Уральскому хребту Я имею в виду, что... Коврепонико С моей точки зрения, что при том, как сегодня происходит развитие экономики И в том числе развитие Дальнего Востока Мне кажется, абсолютно неизбежным, что так или иначе Сибирь станет какой-то частью, ну, экономическим каким-то вассалом Китая Мне кажется, это абсолютно неизбежная вещь Собственно, этим написаны книги Хорошо, а Сибирь, ну, книги бог с ними, а ваше мнение мне интересует Вы считаете, что это случится еще при нашей жизни? Нет, я думаю, что не при нашей жизни, но я думаю, что к этому идет Так прав Путин, который борется с этой тенденцией или нет? Я думаю, что прав Путин в том, что он пытается инвестировать в Дальний Восток Другой вопрос, вторая причина, я думаю, почему Путин говорит о том, что не надо вводить визы Помимо того, что ему хочется, так сказать, быть собирателем земли Или восстановить империю Советского Союза в какой-то форме Вторая причина заключается в том, что он отлично понимает Что уровень коррупционогенности органов исполнительной власти В том числе, естественно, силовиков, или, может быть, в первую очередь Настолько высок, что купят всю границу по частям Поставят колючую проволоку, купят колючую проволоку Или отдадут за откат При этом я считаю, Алексей Алексеевич, я знаю вашу точку зрения Я вчера слышала, я поехал в Москву Что визы надо вводить, что наводить порядок здесь надо Так нет, моя точка зрения была в том, что да вводите, пожалуйста Я же не правильно просто считаю, что это неэффективно Ну пусть вводят, пусть будет база Я абсолютно с вами согласна, Алексей Алексеевич Что без смены режима, без смены этого абсолютно коррупционного режима Решение каких-либо проблем вот такого глубинного и серьезного характера невозможно Вы меня, Евгений Владимирович, бросаете сразу в объятия солнца русской поэзии Я имею в виду Иосифа Убродского, одного из солнц, солнц много А если на смене ворюгам придут кровопийцы, вас это устроит Это же кровавым образом надо будет делать Почему? Потому что введение границы высылка, это, например, разделение семей Потому что мы с вами будем иметь, как вы знаете, в Америке очень много фиктивных браков Поэтому они ничего с 12 миллионами мигрантов нелегальных не могут делать Люди жениться, получают право, они могут жениться фиктивно, могут нефиктивно Появляются дети, фиктивные или нефиктивные И надо будет разделять семьи, высылать Совершенно верно Это проблема, которая возникла благодаря тому, что граница с Мексикой практически не существовала Как сейчас в Казахстане И мы говорим, и в Соединенных Штатах это прежде всего проблема мексиканской нелегальной эмиграции И действительно там дети, которые родились на территории Соединенных Штатов Сразу становятся гражданами, автоматически становятся гражданами Соединенных Штатов Я как раз не предлагаю никакой высылки Я просто думаю, что надо выдавать визы на основе продуманной рациональной политики Вот не просто та рабочая сила, которая вместо трактора работает на дорогах А та рабочая сила, которая нужна Скажите мне, Соединенные Штаты Вот если вы зайдете на сайты Госдепа Соединенных Штатов Вы увидите, там требуются такие-то специальности Вы зайдете на сайт Новой Зеландии, Австралии Вам скажут Вы говорите о рабочих визах Я работаю, не только, почему? И пожалуйста, вы можете получить грин-карт таким образом И те, кто граждане, страны, государства приглашают к себе людей тех профессий В том числе на постоянное место жительства, которые им нужны Например, в Соединенных Штатах это санитарки Вот вы будете удивляться Да, они не попали санитарок В Австралии, в Новой Зеландии очень нужны айтишники А в Канаде лесорубы Действительно, это так Возможно Так вот, есть, вот мне совершенно понятно Что эти государства, они вот очень национально относятся к... С миллионами нелегальных эмигрантов, которые являются дворниками Сиделками для детей Мы помним, что даже сенаторы США и министры федеральной правительства США Попадали в эти истории Конечно Таким же самым образом на неквалифицированную рабочую силу Эти мексиканские проблемы И это проблема, при том, что американские институты умеют Переламывать эту, перемалывать, как бы вводить, агрегировать Ну, не получается Не, получается, конечно Ну, потому что у них это то, что называется melting pot Потому что там так построены институты, которые позволяют абсорбировать Эту даже нелегальную эмиграцию Там настолько сильные институты, что люди, приезжающие из стран, где нет никакого представления о законе Тем не менее, чаще, чем нет, вынуждены подчиняться тем законам, которые существуют Там очень сильные институты При этом 12 миллионов нелегальных эмигрантов Да, правильно Вопрос же не в том, сколько у вас... Что с ними делать, нет, что делать с ними Я в Соединенных Штатах завица совершенно депортационного нагеря, Алексей Да, 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 я подвезаю Это известная проблема А у нас на всю Москву, Евгения Марковна, 400 мест депортационного нагеря Да я не предлагаю их отправить Вот у меня вопрос, может быть, построить больше? Я предлагаю, знаете, вот я хотела бы увидеть какую-то вот осмысленную программу А вы можете ее делать? Нет А гражданин? А гражданин? Наверное, я могу, потому что я довольно много читала книг по этническим конфликтам Есть замечательные исследования Екатерины Журавской и Альберта Алисина Сделанная на статистике из 90 стран мира, где показывают, насколько этнические конфликты влияют на исполнение федерального бюджета На формирование различных политических преференций и так далее Я говорю о том, что, с моей точки зрения, у России, у российского государства должен быть абсолютно рациональный подход Люди каких профессий, никакой национальности, никакой религии А люди каких профессий нужны российской экономике И люди каких профессий не нужны категорически Понимаете, и вот меня больше всего Я на самом деле все время на эту тему с разными людьми разговариваю И все знают тот же самый вопрос Никто не знает, что с этим делать А это говорит о том, ведь вы заметили, Алеш, что ситуация очень обострилась в Москве в последние годы Когда тихо-сабо было принято решение, нам нужны дешевые рабочие руки Бизнес в этом нуждается и правда Бизнесу значительно выгоднее набрать человека, который не требует никаких прав Не надо платить в пенсионный фонд, в фонд с 20-30% в соцстраж Это было сильно Но это стало совершенно бесконтрольно А знаете почему? Потому что в Москве обострилась политическая конкуренция То есть мы приветствуем политическую конкуренцию Как нормальные жители Москвы и граждане России, да, нормально И разные политические силы начали эксплуатировать, естественно, самое лежащее на поверхности Тему многонационального города Обращаю ваше внимание, что еще два года тому назад по опросам всех социологических служб Всех социологических служб, то есть правительственных, проправительственных, недоправительственных, антиправительственных Там от Ливады до ВЦОМа А насчет проблемы вот этой межэтнической, да, там чужих понаехавших тот Стояла на пятом-шестом месте Впереди стояли абсолютно социальные Вообще безопасность стояла внизу Вообще в 10-миллионном городе 145 убийств в год Это как-то вот, ну неважно, как в Нью-Йорке, на самом деле, как в Нью-Йорке Так вот, и только последние два года, или даже полтора года Эта вещь пошла вверх, потому что разные политические силы это используют То есть демократия принесла проблемы Политическая конкуренция появилась очень ненадолго На два летних месяца, пока были выборы Мара Москвы Ну как, она продолжается? Ну да, вот она будет продолжаться завтра в городе Кирове Где Алексей Навальный то ли отправится обратно в тюрьму То ли он получит условный срок А если он получит условный срок, это значит, он опять не может выбираться Его опять... Конституционный суд как-то опрокинул Решение, все-таки, давайте честно Законодатели пока его не изменили Но конституционный суд Решение конституционного суда о том, что эта норма антиконституционная Вступила в силу Только в одном пункте Она вступила в силу в том, что пожизненно нельзя человека лишать спасительного избранного То есть эта норма закона отменена? Нет, отменена пожизненно А другой нет Нет, ничего подобного Это передано сейчас Сейчас будут внесены поправки в законодательство Вот она не будет, но сейчас в законодательстве дыра Нет, никакой дыры нету На самом деле, никакой дыры нету Там сейчас будет введено количество лет, которые человек... Только еще не введено И, скорее всего, это будет на величину условного срока, или величину, срок, который, неважно, условный или нет, которому приговорен был человек. 6 лет он получил, а он 6 лет не смог. Ну, что мы будем гадать? Тем более, что этот срок тоже будет, эта норма тоже будет оспорена в Конституционном суде. Я думаю, что в конечном итоге Конституционный суд примет решение, что в каждом индивидуальном случае неизбираемость, как есть, лишение права. Ну, это совершенно не... Значит... Ну, посмотрим. Во всяком случае, сейчас это не так. Вот сегодня вечером это не так. Я не нашла у нас в отечестве демократию, Алексей. Мне кажется, что вы сильно преувеличиваете. Очень много демократию. У нас были разрешенные выборы, которые при этом по части самой выборов как процесса абсолютно не были свободными. Совершенно с четкой преференцией представителю власти. Поэтому с точки зрения на самой... Просто не убой. Слово конкуренции. Теория демократии. Я сказал слово конкуренция. Конкуренция предполагает конкуренцию на всех процессе выборного выборов. Да, не только в тот момент, когда вы приходите к избирательному... Слово конкуренции, либо она есть, либо ее нет. Если вы хотите сказать, что на выборах в Москве не было политической конкуренции, не было соревнований политических проектов для Москвы, ну, я с вами не соглашу. Я скажу, чтобы в Москве была политическая конкуренция в очень ограниченном формате, что не было равного доступа к СМИ, что является абсолютно необходимым признаком демократических выборов, да, и не было возможности у представителей разных политических партий равным образом предлагать корзинку своих политических товаров для избирателей. А то бы у нас сейчас Горелева было бы во всей Москве. У нас новости на их, и мы вернемся к Евгению Альбац. ...позвони, приехала девушка наша, красотка. Я вам... Твои... ну, я... Слово, ты откуда ехала? Из Лефортова. А зачем тебе было в Лефортово? А откуда? Из первой сон. А зачем тебе Лефортово? Иди садись. Зачем? Я выпускала один маленький на гордый журнал. Я бы тебе... Я больше всего жалею, что мне не пришло в башку сесть на троих. Потому что жирная буржуазия, как говорится, Лимонов. Да. А он так и говорит, жирная буржуазия? Да. И Гагары тоже плачут. И Гагары... ой. Я не слышала первых ваших трех минут. Мы говорили бревен. Да, да, я понимаю. А вы говорили про вот эти дружины, которые должны патрулировать? Я хочу про это. Хорошо. А вы сидите в Лефортово? Мы не сидим в Лефортово. Там находится... Дилетант? Нет, нет, нет. Дилетант вообще нигде не сидит, строго говоря. Дилетант сидит на диване с компьютером для себя. Так. Это такая сетевая аль-кайда, понимаете? Так. Но есть как бы там вот адрес официальный, где находится кросс. Это официальный адрес. А есть еще компания Змеющенки. Змея. Которая находится в Лефортово. И которая занимается версткой, дизайном и всей вот этой фирмы. То есть раз в месяц мы туда на один или два дня выезжаем, собственно, делать полоски, как-то камень. Понятно. А все остальное время мы находимся кто где. Это хорошо, не надо ли давать помещение. Это очень хорошо. Это просто программа. Можно сидеть дома, можно сидеть на рехе, можно быть в отпуске. Да. Можно там идти в гости. И ты все равно при этом... Раз в месяц. Ну да, раз в месяц. Раз в месяц, два дня вот у нас есть, 15-16 числа. Когда мы 16-го числа, то есть завтра, подписываем номер. А сколько там верстайщиков? А там просто сидит такая дизайнерская Змеющенковская фирма. И там, собственно, вот сидят люди. И там есть арт-директор, еще там кто-то. Ну верстку вы делаете до этого? Ну, тексты на... Тексты мы делаем до этого. Тексты вы, да. Но вам же надо их выложить в верстальную программу, чтобы потом в типографию отправить. Это где делаются? Это они тоже делаются. Это они тоже делают. Это они тоже делают. Мы иногда скидываем там посредством специальной программы, там определенный образец. Там арт-директора тоже где-то находится в удаленном доступе. Поэтому... А сколько у вас людей? Где? В дилетанте? Да. В редакции? Да. Человек-человек пять. Или три. Даже так. Ну да, это довольно-таки смысл. Там Дымарский, Ника, Костя и я, и Венедиктов, которые как бы занимаются всей компонентой. Плюс есть еще там наши авторы и наши коры, которые пишут тексты, если мы их не пишем. И мы продолжаем программу особое мнение. У нас замена состава произошла, потому что вот с особым мнением по-прежнему у нас Евгения Альбац. А я очень прошу прощения, потому что в городе творится ад. Я пишу девять баллов, но я думаю, что это не девять, это все пятнадцать. Честное слово, извините меня. Я слышала все, что вы обсуждали здесь, конечно, но у меня по поводу Бирюлева возник еще один вопрос. Потому что сегодня, например, вот мы узнали, что ИО, временный ИО, начальник ОВД по Южному округу, сказал, что активная молодежь вполне может помочь полиции обеспечивать безопасность Бирюлеве. И я, с одной стороны, думаю, это будет вот та активная молодежь, которая уже как-то в воскресенье там вот обеспечивала безопасность торгового центра Бирюлева, например, и ОВД закрытой впоследствии. Или действительно это может быть что-то такое, похожее на самоуправление и самоорганизацию граждан, которые им явно не достают в этом Бирюлеве. Потому что мы можем вспомнить, что, например, американское самоуправление очень тесно было связано с шерифами и безопасностью тоже. Как вы думаете, какой вариант предполагается здесь? Я, честно говоря, я очень боюсь, что это вот... Мы видели с вами эти казачьи патрули всякие, да? То есть это все... Это карнавал. Да, это карнавал, да. И я помню, при советской власти были эти народные дружинники, и всех нас загоняли в эти народные дружинники. И распитие, конечно, виноводочного продукта совместно, да... На свежем воздухе. На свежем воздухе, да, и под звезды в нем замечательно, и не имеет никакого отношения к безопасности. Ну, там была другая история, потому что там все-таки при... Там все, за что мы любим советскую власть, там же была некая система государства, которая функционировала хорошо или плохо, там так или иначе. А тут-то мы понимаем, что ее все меньше и меньше становится, и гражданам что делать в итоге. Ну, эта система государства тоже не очень здорово, на самом деле, функционировала, но ведь она была построена на стране. Да, но она, тем не менее, существовала... Ведь важнейшей частью эффективности советской системы был именно вот этот страх, да. Страх, который был заложен еще и с гражданской войны, и с арестов, потом и со всех своих процессов, и дальше все сталинское время, когда полстраны сидела, а вторая часть страны охраняла тех, кто сидела. Вот этот страх, это был очень серьезный элемент советской системы. Сейчас такого страха нет, и возродить его можно только вернувшись к системам, к расстрелам сталинской поры. Поэтому в этом смысле советская система, конечно, была совершенно неэффективная, да. Не говоря о том, что она была безумно затратная, ну и сейчас российская репрессивная система, он отнимает 30, а то и 40 процентов бюджета. Поэтому и мы видим, что она совершенно неэффективна. Понимаете, в чем дело? Ведь беда заключается в том, что у нас страшно коррупционное государство. И из-за этого самые замечательные предложения, теории, практики, они все будут оборачиваться своей противоположностью. Это абсолютно... вот система, государственная система настолько разложена, что ожидать, что завтра вдруг полиция вспомнит, что ее задача не убить людей дубинками. А как мы, кстати, наблюдали в том же Берелево, когда наших коллег Тимура Олевского били в прямом эфире, и Женю Бункмана забрали там, забирали журналистов других изданий, да. Причем в отвратительно мерзкой манере разговаривали все эти, значит, ребята из ОМОНа, да. Но мы же понимаем, что их научили, как бить демонстрантов, но при этом абсолютно не только не научили, а в них даже... Вот если вы с ними разговариваете, и вы им говорите, послушайте, ну как вам не стыдно, но вы же живете на наши налоги. Это я регулярно веду такие дебаты, значит, со всякими полицейскими на дороге, которые хотят, чтобы я им что-нибудь дала, а я им никогда не даю принципиально. И они... на это ответ такой, какие ваши налоги, при чем тут ваши налоги? Вот понимаете, вот это очень важная на самом деле вещь. Они считают, что их зарплата, она идет откуда-то оттуда. То есть, я думаю, что они думают, что это там прежде всего нефтяные деньги. Дальше сделать следующий шаг и подумать, что недра принадлежат всем гражданам. Поэтому монетизированная нефть, это, собственно, такая же плата граждан им за предоставление услуг безопасности, они уже не могут. И действительно трудно, когда у вас плоская 13% налога. Но они абсолютно, вот правоохранители наши так называемые в кавычках, они абсолютно не чувствуют, что их работа защищать граждан. Вот это их работа. Им за это платят вообще-то деньги. И за это им платим деньги мы, тех, кого они бьют. То есть, не папа там вот наверху достает из кармана пачку? Ну, папа, наверное, тоже достает из кармана, но как-то это почему-то оказывается... Ну, просто другой вопрос, что папа считает, что российский бюджет – это его карман. Я согласна с вами, Оля, совершенно в этой трактовке. Но беда вот в этом заключается. Я-то говорю о других вещах. Я понимаю ваши мысли, я совершенно с этим согласна. Но когда речь идёт о вот этих вот дружинах, условно говоря, в новом виде в каком-то, да, то, скорее всего, даже я бы подразумевала не то, что там спустят сверху распоряжением папы, который выдаст также красивые красные повязочки, сатиновенькие, да, а то, что люди сами вынуждены будут вот пойти, и вчера тоже даже об этом говорили, понимаете, если это люди сами сделают, вот они соберутся, там, организуют какой-нибудь там дворовый комитет или какой-нибудь муниципальный депутат, который их организует, понимаете, то надо на Макса Каца послать, чтобы он это всё дело организовал. Организует, и это будет инициатива снизу. Тогда, может быть, с этим и что-то... Ну, я, знаете, я помню, когда после взрывов домов в Москве, вот... Было такое, да. Помните, был страшный страх. Было что-то похожее, да. И я... Меня просто мучил страх, что у меня ребёнок спит в другой комнате, и я как-то, как всякая мамашка, представляла себя, вот если не дай бог, как я и до неё доберусь. И поэтому я не спала, выходила ночью на улице, значит, ходила вокруг и всё смотрела, не собирается ли кто-то, значит, сделать плохо моему ребёнку. Но теперь выясняется, что в Бирюлёве люди так живут каждый день, годами там, или похоже, по крайней мере. Да похоже, что они так не живут. Вот те же съёмки, что я видела, похоже, что там не живут. Похоже, что там нету вот такой организованной взаимопомощи. И это связано в том числе и с тем, что там ужасно разобщённые люди. У нас вообще атомизированная чрезвычайно страна, да? И там тоже очень разобщённые люди. И получится ли у них организация снизу, или это будет сделано сверху, это большой вопрос. Но если это будет насажено сверху, ничего хорошего не получится. Вот они же атомизированные, а вполне себе прекрасно собрались в толпу. Это отчаяние. Кто-то пошёл говорить, а кто-то же просто там чудесно стоял и проводил время в компании соседей, глядя на то, как вот там всё это развивается. Ну вот то, что я... Меня там не было, поэтому я ничего не видела своими глазами. Я видела много фотографий, съёмок и так далее. То у меня было ощущение, что это всё-таки отчаяние. Такое вот отчаяние этих людей, которые... Ну уже всё. Вот достались, сил нет. И вот вчера мы на передаче, у меня на передаче как раз об этом Леонид Бершицкий говорил. Очень бедный район, очень бедная стоимость квадратного метра. Нет метро изоляции. Огромное количество метро изоляции из-за того, что там две железные дороги, которые перекрывают все выходы. Это район, где давали квартиры рабочим ЗИЛа, потом ЗИЛ закрылся, многие остались без работы. Там есть промышленная зона, где кто-то может получить работу, а многие оттуда уезжают, потому что школы плохие. Это, кстати, очень известная проблема в Соединённых Штатах. Школы плохие. В школах очень много детей, мигрантов, которые не говорят нормально по-русски. Отсюда это сказывается на качестве образования и мигрантов, детей, кстати говоря, прежде всего, и детей, для которых русский язык родной. Поэтому люди сдают там квартиру, уезжают из этого региона и так далее. И вот в состоянии тех, кто там остался, потому что я читала, у меня такое ощущение, что вот всё, ну вот невозможно больше. Терпеть больше нельзя. И дальше это отчаяние, которое выплеснулось на улицу. А к этому, конечно, присоединились разные любители покричать «Слава России!», которые приехали из разных регионов Москвы. Насколько я понимаю, не только Москвы, но и Подмосковье. Смотря на своё атомизирование, скажем так. Да. Нет, ну это же известно. Футбольный фанат очень хорошо организован через социальные сети. Очень хорошо организован. Ну вот, и дальше уже пошло то, что пошло, и то, что, конечно, требует судебного разбирательства. Тут у меня нет вопроса. Я просто поражена, как после того, как то, что происходило в Берлёву, названо хулиганством, как наши власти будут продолжать судить за массовые беспорядки... Ну, я помню прекрасно, потому что тот судебный участок, единственный, который в Москве работал вот в те, после 6-го того мая, длинные выходные, был рядом с моим домом. Я там сутки провела практически. Я точно помню, что там было несколько сотен человек, и каждый из них выходил с бумажкой в зубах. То есть никаких профилактических бесед, суд... Ну, я была на Болотной и наблюдала всё, что там происходило от самого начала и до самого конца. И ничего даже близко к тому, что было в Берлёву, конечно, на Болотной не было. Несомненно. Ну что, спасибо большое. Спасибо. Евгения Альбатс, программа «Осубы». Спасибо большое. Реклама Ну, даже, причём-то, не было ничего... То есть близко, то, что они называют массовыми беспорядками... То есть ничего не было. Да никакого сравнения. Не было и провокаций. Там это... Ну, ребята в масках же были... Ну, хорошо, дело...